Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня мы посмотрим на еще один набор из космической подсерии LEGO Technic. На моем канале раньше уже уходил обзор на вот такой вот небольшой наборчик, и он, конечно, странные впечатления оставил. Сегодня посмотрим, что может интересного предложить набор побольше. Вот такой вот реально здоровый звездолет. Вот. Итак, набор 42-181, возрастная категория 10+. Тяжелый транспортный космический корабль с вертикальным взлетом и посадкой. Как-то так. Витола – это вертикальный взлет и посадка. Коробка не очень большая, но толстая. В наборе, согласно официальному сайту, 1365 деталей, наоборот, и какие-то функции. Ну, мы на это все посмотрим вживую, поэтому просто берем наш любимый стропорез и открываем. Много деталей. Конверт. Заклеен. Непонятно. Да, видимо, клеен просто. Да. Вот так вот. Что у нас здесь? Инструкция. Давайте, давайте. Сколько там у вас? Вау, какой лист обоев. Все, конверт пуст. Один гигантский лист. Один лист поменьше. Инструкция. Тут, конечно же, ничего не будет, я так понимаю. Да, инструкции ничего нет. Список деталей, как всегда, вставлю в конце. В общем, переходим к первому этапу сборки. Как мы видим, бумажные пакеты набора не достались. Здесь есть 10 номерованных пакетов, соответственно, с одного по десятый номер, плюс один ненумерованный с большими деталями. Уже на первом этапе нужно будет взять эту рамку, поэтому можем открыть. Да, вот такая рамка Darkbush Grey. Ну, в Липхере в кране такие уже были. Фермы. Стекла мы видели в небольшом наборе техник Космос. Такое же, мне кажется, там было стекло. В белом свете теперь лопасти, которые, наверное, появились. 42-113 в конвертоплане. А может, нет. Ну, неважно, в белом цвете, по-моему, их еще не было. Одна большая рамка и одна такая вот тяга красного цвета. Поскольку в наборе аж 10 этапов сборки, на каждом отдельном этапе деталей будет не очень много. Это все, что есть на первом этапе. Несколько балок, несколько коннекторов, немного пинов. Два уголка с поперечно-чередующимися отверстиями. Два вида балок тоже с поперечно-чередующимися шестеренки. И вот такой вот красный кусочек панели. Тут, как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Вот такая большая сборка получилась после первого этапа. Тут что-то перемещается, тут что-то перемещается. Но пока да, все это непонятно зачем. Первые шестеренки заняли свое место. Ну вот, переходим ко второму этапу. Дальше в ход пойдут все четыре фермы. Эти детали мы уже видели и в скидере, и в большом гусеничном кране Липхер. Также плюс несколько шестеренок. И вот эти вот относительно новые крестовины с смещенным на 45 градусов отверстием под ось целых две штуки. Результат второго шага на ваших экранах. Одна из функций уже начинает обретать форму раскладывания задней лапки. Красная тяга играет ключевую роль в этой функции. Я поворачиваю шестеренку справа. Там она соединена с уголком черным, к которому присоединена вот эта вот красная тяга длинная. Ну и слева тоже через систему тяг задняя лапка раскладывается. Фермы пока что просто присоединены в центре, а на концах они ни к чему не подключены. Ну а на третьем этапе мы встречаем большое количество черных панелей. Панели 3х11 изогнутые с большим количеством крепежных отверстий. Также 3х7 таких панелей куча, парочка поменьше. И вот такие вот усеченные конусы, хорошо знакомые по старым-старым наборам из космических серий. Третий этап полностью посвящен сборке задних как основных двигателей. Маршевые, да, они называются правильно? Экспертное мнение в комментариях приветствуется. Ну и в общем, да, добавились два двигателя. Все это забетонировано панелями. Пока что это очень прочная конструкция. А на четвертом этапе мы впервые встречаем детали вот в этом новом оранжевом цвете. Ну, впервые в этом наборе, в смысле. И зрители, да, предложили называть этот цвет морковным. Ну, я не против, пусть будет морковный. Также здесь есть еще пара крестовин уже с обычным отверстием под ось, не повернутым на 45 градусов. Такие вот белые микропанельки и неожиданно глаза. Добавились вертикальные укрепляющие вот эти белые балки, плюс поперечная стяжка и появились вполне себе прикольные функции. Во-первых, раскладываются теперь еще и передние шасси. Сделано круто. Вот одной шестеренкой все раскладывается. Здесь идет привод через крестовины. Тут что-то типа параллелограммы, но не совсем. И поскольку здесь сверху стоят уголки, все это сделано так, что есть еще фиксация. То есть лапки не складываются под нагрузкой. Вот модель на них отлично стоит. Ну, да, когда снизу идет нагрузка, она как бы пытается провернуть этот уголок дальше внутрь, но дальше некуда. Поэтому ничего не складывается. Плюс здесь есть еще одна неожиданная функция. Вот этот вот красный уголок пусть будет. Раскрывает вот такую вот страшную конструкцию снизу. Он как челюсти такие двойные. Еще и с глазами. Да, выглядит устрашающе, как это сделано. Красный этот коннектор при помощи балок двигает темно-серую рамку в центре модели. А тут у нас, по сути, две пары ножниц. И когда у нас серая рамка двигается, одна точка вращения ножниц неподвижна, а вторая, соответственно, сдвигается, раскладывая всю эту конструкцию. На следующем шаге куча морковных панелей различных форм и размеров, а также пара карданов и пара шрусов и два маленьких поворотных стола. Модель становится все больше и больше. И вырисовывается еще одна функция. Если поворачивать вот эту синюю шестеренку, то через несколько других шестеренок, а тут на 24, и там 16 на 16, и еще вниз на 16, идет привод на вот там вот ось. Серая, длинная. Там шрус, там кардан, чтобы в другую плоскость перевести. И при вращении синей шестеренки в итоге вращаются вот эти вот, ну, боковые двигатели в будущем. То есть эта ось просто идет напрямую через там шрус, кардан, через несколько шестеренок, грубо говоря, к вот этой вот шестеренке. То есть там нет никаких дополнительных, не знаю, преобразований. Просто по сути вращая эту шестеренку, мы вращаем через несколько шестеренок вот эту ось. Ну и она проходит через поворотные столы маленькие, здесь и здесь, ну, чтобы получше было крепление, меньше болтались вот эти двигатели. Ну, а детали шестого этапа сборки, наверное, заценят любители строить копейные автомобили в большом масштабе. Вот эти панельки, которые появились в красном цвете сначала, и в черном, в Ferrari, в Supercar, Daytona SP3, вот такие тоже панели, не помню, наверное, там были. Плюс еще светло-сером цвете, вот такие штуки. Большие белые панели. Похоже, пойдут кузовные работы. Никаких шестеренок, пивные панели. Давненько не попадались на глаза опечатки. Эта инструкция порадовала исчезновением трех черных пинов. Они были на шаге 223 и 224. И на 225-м внезапно эти три черных пина исчезли. В то же время на 226-м они, как ни в чем не бывало, вернулись. Судя по ассортименту деталей, на седьмом этапе мы добавим боковые двигатели. Снова усеченные конусы, снова колесики и желтые трубочки. Все это было использовано в основных двигателях задней части модели. Кому интересно, вот так модель выглядит после седьмого этапа сборки. Кое-какое появилось наполнение у двигателей. А на предыдущем этапе добавились вот эти вот большие конструкции. Просто много-много панелей. Восьмой этап, похоже, будет совсем маленький. Буквально несколько панелей и несколько десятков пинов. Детали девятого этапа. Еще больше белых панелей. Плюс на этом этапе, видимо, у звездолета появится кабина. Начал я говорить, что вот так модель выглядит перед завершающим десятым этапом сборки. И потом понял, что на десятом этапе собирается контейнер. И, в общем-то, модель закончена. Ну, сейчас, да, дособеру контейнер. И мы посмотрим, что же у нас получилось. Больше белых панелей. На этот раз прямоугольные. Пять на одиннадцать, три на одиннадцать. А также вот такие вот скругленные три на одиннадцать. С большим количеством крепежных отверстий. Отлично. Еще две крестовины. Вот эта вот деталь, которая во многих систем наборах тоже используется. И уже четвертая вот такая антенна. Видимо, дизайнеру сказали, чем больше антенн, тем лучше. Что ж, сборка всех частей набора завершена. И теперь можно посмотреть на функции. И первая функция, наверное, это вот эта ручка в центре, за которую модель можно переносить. Ну, и, соответственно, держать модель при игре. Ну, в общем-то, удобно. Да, понятное дело, что ручка жестко связана со всей остальной конструкцией. И рядом с этой ручкой сосредоточены органы управления тремя другими функциями, что, в общем-то, удобно для игры. И давайте посмотрим на них. Во-первых, синие шестеренки. Да, можно левой и правой рукой, да, управлять. Шестеренки с обеих сторон. Либо там разными пальцами. Короче говоря, тут кому как удобно, с какой стороны. Так можно вращать шестеренку. Либо, например, там черную с одной, синюю с другой. Ну, короче говоря, это все, так сказать, с опытом игры придет, как удобно делать. Синие шестеренки отвечают за управление двигателями. Ну, тут все просто. Можно их вообще по кругу вращать. Никаких ограничителей нет. Такая вот функция. Соответственно, да, во время полета мы переводим их в какое-то горизонтальное состояние. При взлете и посадке вертикальное. Немного напоминает эти корабли из Терминатора, да. Там, ну, во второй части они были, как в воспоминаниях. И, наверное, в четвертой. А, ну, в третьей там тоже. Ну, короче, да, и в четвертой. Вот там они были показаны. Вот это вот управление двигателями. Меня прям сразу напоминает эти корабли из фильма. Жалко, что задние двигатели тоже не обращаются. Это было бы логично. Потому что так получается, что на эти двигатели гораздо больше приходится нагрузка. То есть их надо рассчитывать на большую мощность, чтобы взлететь всем кораблем при помощи двух двигателей. А так четыре бы все повернулись. И эти могли бы быть менее мощными. Ну, ладно, инженерные рассуждения тут ни к чему. Ну, следующая функция. Когда мы взлетели, мы можем сложить все лапки. Черная шестеренка. Вот лапки вверх складываются. Видно. Вот так вот складываются и раскладываются. Как вы видели ранее, у них есть система фиксации. В нижнем положении. Да, а проблема этих лапок в том, что у них нет системы фиксации в верхнем положении. Вот я отпускаю, чуть-чуть модельку потрясу, и они под своим весом раскладываются обратно. Это реально бред. Хотя бы какой-то вот там пин с трением и дополнительная шестеренка. И все, эта проблема была бы решена. А так получается, что ну вот во время игры они постоянно опускаются вниз. На мой взгляд, это вот прям, ну, серьезный недостаток. Ну, что это? Вот так как бы нормально все, лапки убраны. И вот они сразу падают вниз. Не, за это явно минус. Третья, третий рычаг, это раскладывание вот этого вот устрашающего приспособления под моделью. Этот, кстати, механизм вот в таком вот убранном положении он защелкнут. То есть он вниз не выпадает. Когда мы его вот туда вот, оп, прям вот чувствуешь, да, что он защелкивается, и все как бы. Можно сказать, зафиксирован, и сам не разваливается. Ну, а когда мы его разложили, можем подключить к игровому процессу контейнер. Две ручки у контейнера, два крючка у модели. Соответственно, мы как бы подлетаем, цепляем крючками этот контейнер. Все, и куда-нибудь можем перевозить его. Цеплять можно не только контейнер. Вот был маленький набор на канале, да. Можно цеплять контейнер из него. И, как мне совершенно справедливо написали зрители, можно цеплять сам вот этот вот ездеход тоже при помощи этого крана. Эта ручка как раз, видимо, для этой цели сделана. Правда, к сожалению, в описании этого набора нигде нет никакого намека на это. Но вот да, можно перевозить. И это транспортное средство тоже. Какие здесь есть еще дополнительные функции? Ну, вы, наверное, уже обратили внимание, что кабина не жестко закреплена. И она сохраняет как бы горизонтальное положение относительно земли, относительно центра притяжения. Ну, короче говоря, фишка как бы прикольная, пока не начинаешь задумываться, а есть ли в ней хоть какой-то смысл на космическом корабле. Ну, вот я так вот думаю, и как будто бы ответ скорее нет, чем да. Но как бы ладно, спасибо, реализовали. Играть этой игрушкой будут на Земле. Поэтому да, прикольная фишка. Для игрушки хорошо. А, так сказать, лучше не задумываться, зачем. Еще у нас здесь есть... Так, шасси. Шасси разложили. Есть здесь вот такие вот пины, которые можно отщелкнуть и открыть. Надо вот так вот открыть двигатель, посмотреть просто, что внутри двигателя. Ну, казалось бы, ничего, но с точки зрения игрового процесса может быть вполне себе полезная фишка. Не знаю, какой-нибудь ремонт осуществлять, еще что-то, техническое обслуживание. Так что, почему нет? Это как бы нормальная дополнительная опция. Кабина, кабина, она оснащена у нас... Я вот, кстати, вот не знаю, что попытаюсь открыть. Что отвалится, я не знаю, я еще не пробовал. Ага, отвалилась вся левая часть, хотя я пытался открыть правую. Но это, видимо, такое, как бы как получится. Возьмусь за правую. Да, вот теперь я отсоединил правую. На двух пинах она прищелкивается. Здесь есть у нас сидушка и штурвал. А с другой стороны сидушка и просто белый тайл. Я вообще наклейки не клеил, но, по-моему, если я правильно помню из инструкции, сюда не должно было быть никакой наклейки. Буду рад, если ошибся, но, по-моему, сюда как раз, да, просто должен был быть белый тайл. Ну и давайте попробуем какого-то человечка посадить. Выглядит так, что ему тут будет не очень комфортно. Но, кстати, да, штурвал можно отогнуть. Вот он тут... Да, вот штурвал ему, кстати, можно прижать, и нормально. Но только если один человечек будет только сидеть, то кабину теперь уже будет перевешивать. Потому что, соответственно, центр массы сместился. Но, в целом, попробуем закрыть. Неудобно. Но, в целом... Да, конечно, нет. С точки зрения игры очень неудобно вот так вот отщелкивать кабину на пинах. Нет, это не продумано. Лучше бы она как-то открывалась, как во многих систем наборах. Но, в целом, вот мини-фигурка поместилась. Вот он там как в капсуле сидит, лежит. И, в целом, видимо, может этот корабль пилотировать. Ладно. Потом, ненавидя, а то долго время займет восстановление этой кабины. Здесь есть еще кое-какие фишечки. Контейнер содержит в себе тоже игровой потенциал. У него открываются обе стенки. И из него выкатывается вот такой вот небольшой ровер. С антенкой. С каким-то проблесковым маячком. Наверное, чтобы его заметно было на поверхности планеты. И даже с рулевым управлением. Шарнирно-сочлененная рама. С ручкой на крыше. Здесь как раз там... А, еще здесь должны были быть наклейки до солнечных панелей, по-моему. Вот раскладываются еще солнечные панели. Когда они разложены, видно, что там два... Две крестовины стоят. Соответственно, при помощи них и сделано рулевое управление. Вот, смотрите, какая маневренность модели. Вот это, я понимаю, почти разворот на месте. Ну, как для игры, да, нормально. Дополнительно. Какая-то возможность на боковине этого контейнера. Вот эта вот деталь шлюза. При помощи которой, как бы, этот набор совместим с наборами там Сити. И, в общем, да, в общем, вот этой космической вселенной новой, которая появилась в этом году. Можно сюда, значит, какие-то жилые модули подключать. Опять же, да, это вот какая-то тема. Это, видимо, маркетологи сказали, давайте сделайте. Вот, хоть одна причина к контейнеру для транспортировки ровера подключать какие-то жилые модули. Здесь вообще глухая стенка. Зачем сюда подключать какие-то жилые модули? Ну, 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 вот зачем. Раз уж очень им хотелось использовать эту деталь, ну, ее можно было, например, так, наверное, не влезет, а может и влезет. Ну, вот куда-нибудь в задней части корабля установить. И вот в задней части, например, при желании можно было бы добавить какой-нибудь жилой модуль. Да, это нелепо, возможно, ну, как бы это не более нелепо, чем пристыковать модуль к контейнеру для транспортировки ровера, на мой субъективный взгляд. Ну, и посмотрев на все, что умеет эта модель, я надеюсь, ничего не забыл. У меня есть некоторые вопросы к этому набору. Вот задуман как игрушка, это очевидно. Вот контейнер, да, чтобы вот таскать там ровер, чтобы с ним играть. Ручка с органами управлениями рядом с ней, чтобы удобно было играть, чтобы все было под рукой. Это все, как бы, классно. Но тогда, как бы, вот непонятно. Во-первых, почему кабину так сложно открыть? То есть, если это для игры, плюс это совместимо с сетенаборами, почему я должен потратить, там, не знаю, целую минуту, там, открывая и потом восстанавливая кабину, потому что при ее, как бы, раскрытии, там что-нибудь еще поломалось? Почему нельзя было сделать там как-то на петельках просто, если это подразумевается как игрушка, да? Первый вопрос. По-моему, серьезный недостаток. Второй, что шасси не фиксируется. Ну, это, как бы, вообще странно. Ну, то есть, ну, это бесячье. Вот ты там играешь, летаешь, у тебя постоянно вниз эти лапки отваливаются. Ну, не знаю. Ну, и, да, какое-то отсутствие логики. В общем-то, во многих мелочах, но я не буду докапываться, потому что, в общем-то, мы не знаем, где должен работать этот космический корабль, там, в каких условиях и какие вообще задачи выполнять. Как бы, ничего об этом не известно. Поэтому просто вот, ну, например, контейнер, да, с ровером, вот с этой вот штукой для пристыковки каких-то модулей. Зачем? Непонятно. И, как техник набора, у меня тоже есть к нему одна большая, ну, претензия, не претензия, вопрос. Хорошо, вот эта ручка, да, по сути, она съела все место внутри этой модели. Да, здорово, что здесь есть интересный механизм раскладывания шасси. И тяги тут есть, плюс вот эти вот крестовины. Это, ну, интересный механизм, хороший. Плюс эти ножницы. Ну, тут попроще, но все равно интересно, да, двойные ножницы, как там они открываются, внутри что-то перемещается. В целом тоже, как бы, нормальная тема. Но здесь при таком большом размере модели могло бы быть куча всего еще, но все место ушла вот эта ручка. Эта ручка и, как бы, я считаю, что в принципе вот этот вот способ транспортировки контейнера – это бред. Как бы, каковы шансы, что контейнер вот так вот, будучи транспортированным, вообще долетит до места назначения. По-моему, шансы невелики, честно говоря. Летим, он там болтается и, пэм, до свидания. Малейшая турбулентность и до свидания ценный груз. Так, тут нужно сделать лирическое отступление. На этапе монтажа я решил попробовать, можно ли закрыть обратный захват. И, в общем, да, это получилось. К сожалению, об этом нигде не написано и не нарисовано. На коробке везде написано, что кран только да, вот, раскройте и цепляйте. А на самом деле, раскройте и потом закройте обратно. И вот потом уже перелетайте. И в этом плане, это прикольно, да, что так работает. Но это скорее не грузовой корабль, а я бы сказал, летающий кран тогда, так по функции, да, больше. Вот, взял что-то, перенес, отпустил. А все-таки, ну, если ты на большие расстояния что-то перевозишь, то, по-моему, логичнее сделать так, как я дальше предложу в видео. Ну, это да. В общем, кран, все-таки, как кран, это работает прикольно. Эта претензия снимается. Гораздо лучше было бы, если вместо вот этого нелепого, вот, клешнеобразного крана контейнер помещался, как раз-таки, загружался вот в это пространство снизу. То есть корабль приземляется там, как-то защелкиваем и летим дальше с ним. Эту ручку можно было сделать, как во многих других наборах крупных. Ну, вот я могу примеры привести «Звездных войн». У какого-то, как минимум, одного крейсера была такая складная ручка сверху. Ее можно, ну, ее так было не видно, она, как бы, складывалась, потом поднял и перенес, если надо. У шагохода, по-моему, «Звездных войн» тоже была такая складная ручка. То есть вот тоже так же надо было сделать. Когда тебе надо, ты достал и начал надрать. А так эта ручка все место съела и, как бы, вот, ну все, да. Вот моя рука, вот нижний слой балок. Как бы, понятно, что внутрь уже никакие механизмы не поместить. Ну, и вот, все место пропало впустую. А было бы гораздо круче, если бы это было место, если бы это был грузовой отсек. Как это было, не знаю, во многих старых космических наборах, если уж так говорить про тему космоса. В «Космической полиции-2» был механизм такой интересный, да. Как раз корабль сверху, как бы, мог сесть на контейнер, там защелкивались такие упорчики. И дальше корабль уже взлетал вместе с грузом. Там, в спаривусе, да, с этим ровером летающая тарелка, которая напополам полностью разделялась и, как бы, раздвигалась, опускалась на ровер, задвигалась и улетала вместе с ровером. То есть, ну, можно сделать. Вообще было очень круто, но вместо этого мы получили нечто, ну, на мой взгляд, странное. Конечно, на любителя кто-то скажет, что, о, да, классно, все, игровое. Но я все-таки еще стараюсь иногда какую-то призвать логику. Хотя, возможно, в этом наборе это неуместно. Ну, и настает самая сложная часть обзора. Надо сделать какие-то выводы. Давайте я начну с деталей. Ну, что здесь из деталей? Здесь много панелей, очень много. Но минус в том, что они разделены на три цвета. Черный, белый и вот этот вот морковный. Каждого отдельного цвета панелей, вроде бы, как бы, и не так уж много. Ну, наверное, больше всего, не знаю, черных. Ну, белых много больших, но они вот одинаковые, вот эти вот здоровые панели. Они здесь по две, вот тут по две. То есть их, получается, четыре пары, что ли. Черных много мелких, но они там в основном тоже одинаковые. Есть большие, 3х11 гнутые. Ну, и плюс какое-то количество морковных панелей. Сложно сказать, насколько, да, этот набор хорош как ресурсник. Если вам нужен какой-то один определенный цвет, то остальные будут как будто бы лишние. Шестеренки есть, не очень много, ну, два, четыре, шесть, восемь. Примерно с крестовинами-то больше десяти, там под пятнадцать, наверное, будет. Короче говоря, для такого большого набора не очень много, но бывало и меньше. Скажем так, шрусы, карданы не особо редкие сейчас, но тоже вот в наборе и есть. Ну, колес, понятное дело, нет. Есть два маленьких поворотных стола. Ну, и вообще, вот из редкого, я, мне кажется, не могу ничего такого выделить, из-за чего можно было бы на этот набор прям смотреть как вот на суперресурсник. Всего понемножку. Если LEGO Technic немного, то да, он пополнит ассортимент деталей, а если у вас деталей уже много, то, ну, прям вряд ли этот набор можно рассматривать как набор, который даст вам что-то вот исключительное. Ну, списки деталей, как всегда, на ваших экранах. У всех, как бы, свой ассортимент в мастерской, поэтому, может быть, вы сочтете его полезным, а может быть, нет. Это все очень индивидуально. По части функций, ну, я скептически вообще относился к этому набору, и он в реальности оказался не так плохо, как я о нем думал. Есть функция раскладывания шасси. Ну, эта функция так или иначе присутствует во всех, не знаю, самолетах, вертолетах LEGO Technic, везде по-разному сделана. Тут сделано тоже неплохо, работает. Вот минус, что нет фиксации шасси в верхнем положении. Ну, возможно, это несложно исправить. Вот эти вот ножницы. Ну, казалось бы, простой механизм, но в LEGO Technic нечастый гость, поэтому вот с точки зрения того, посмотреть, как это работает, очень даже ничего. Плюс, да, двойные. В целом, да, нормальный механизм. Ну, за этот механизм набор однозначно лайк. Ну, а все остальное, это довольно простые штуки. Ну, там, пора двигателей, это просто, да, несколько шестеренок. Какие еще функции-то? Большей функции особо нет. Рулевое управление у ровера, ну, вряд ли можно считать какой-то прям выдающейся функцией. То есть он, как бы в нем есть что-то интересное, но в целом он, конечно, пустоват для своих больших размеров. Ну, еще такая капля субъективности с точки зрения взрослого человека. Ну, тут много странных каких-то решений. Ну, вот дизайнер тут напихал везде кучу антенн. Вот две антенны торчат спереди. Из чего они должны быть сделаны, чтобы они все время выживали там при входе в атмосферу? А если он не предназначен для входа в атмосферу только для, там, безвоздушного пространства, зачем ему тогда вот эти аэродинамические хвосты? Ну, ладно, все. Это, как бы, такие какие-то мысли, которые, может быть, и вообще безосновательны. Так сказать, хейт в комментариях приветствуется, только конструктивный. Объясните мне все, зачем здесь сделано, и я с вами соглашусь. Ну, вот так вот смотришь, да, если начинать задумываться, то, ну, как бы, такой, ну, зачем? Непонятно. Понятно, что детям это все без разницы. Для них это будет крутая и яркая игрушка, огромная. Они будут довольны, я думаю, и будут с удовольствием в нее играть. С точки зрения, как бы, игры к нему почти нет претензий, кроме, еще раз говорю, шасси и кроме кабины, которую сложно открыть. Хотя в ней, вот, в принципе, подразумевается, что в нее можно посадить мини-фигурки. Вы видели, что она туда отлично помещается, и наверняка ребенок захочет играть с мини-фигурками с таким вот огромным, шикарным звездолетом. Поэтому это вот жирный минус за то, что они не продумали легкий доступ к креслам пилотов. Ну, и на этом, я думаю, что, друзья, я буду заканчивать. Поделитесь своим мнением об этом наборе, об этой всей космической подсерии. Попозже я сделаю обзор на большой грузовик, через какое-то время, не знаю, через какое. В целом, да, впечатление от этой серии у меня такое, что это больше, как сказать, желание менеджеров использовать вот этот вот логотип космоса, любимый там с 80-х, 90-х, и вот на каких-то этих ностальгических чувствах попытаться продать вот такие вот наборы, которые, ну, как бы техник, но вот такой большой набор мог бы быть в серии техник намного интереснее, на мой взгляд. Как бы как разовая акция. Ну, окей, нормально, как бы сделали, сделали, кому-то зайдут, кому-то не зайдут, но не хотелось бы, чтобы в будущем подобные наборы стали вытеснять какие-то такие более классические наборы техник, там, да, какой-то реальной техники с механизмами, с какими-то образовательными моментами, когда ты можешь посмотреть, что, как работает, и как бы соотнестись с реальным миром, а не просто, да, вот какие-то начать штамповать абстрактные игрушки, чтобы там можно было разложить вот этот кран и подцепить контейнер. Ну, крутая, да, функция, конечно, это техник, который мы заслужили. Все, на этом скепсис заканчиваю. Повторюсь еще раз, в целом набор как бы неплохой. Я думал, что он будет совсем так себе, как бы средний, но и мог бы быть гораздо лучше. Ну, и на этом у меня все. Спасибо за внимание. Огромное спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Недавно делал пост на Boosty, да, в ближайшее время видео перестанут уходить регулярно. Долгое время они выходили каждую неделю, а иногда еще и дополнительные выходили. Ну, в общем, в ближайшее время эта традиция прервется, и видео начнут выходить реже. На этом у меня все. Пока.